Привет, я Алексей Бурлаков. Собрались мы здесь, как обычно, для того, чтобы обговорить самое главное международное событие. Это важно. И обсудим мы с вами несколько заявлений сегодняшних, тоже очень важных, о том, что НАТО будет или не будет воевать на территории Украины, о том, что Польша, скорее всего, будет разрабатывать ядерное оружие. Ну и посмотрим, что там в Варшаве делали польские фермеры. Поехали. Давайте с самого короткого. Мы вчера, позавчера и каждый день, в принципе, вспоминали польских фермеров с вами и вспоминали о том, как они себя ведут. Сегодня они вели себя, ну, наверное, еще хуже. Они сегодня дошли до Варшавы, дошли до Сейма. Они сегодня, правда, очень сильно много сопровождались полицией, но они включали сирены. Они такие носили с собой эти сирены. Они вывешивали плакаты, они ходили с плакатами. Ну, просто, я думаю, который раз уже говорить о том, чья рука видняется за этими протестами, не следует. Ну, хотя не нужно исключать и то, что действительно их требования какие-то и законные. Ну, то есть, действительно, можно было бы и выполнить, во всяком случае, провести какую-то реформу. Если в каждой стране Евросоюза просят одно и то же, фермеры просят одно и то же, то почему бы, собственно, этого не сделать? Дальше, не отходя далеко от Польши, министр иностранных дел Радослав Сикорский, он ответил Дональду Трампу на заявление о том, что США это не охранная компания, США не обязаны спасать всех. И если страны НАТО не заботятся о своей безопасности, то почему США должно заботиться об этой безопасности? Так вот, Радослав Сикорский ответил, да, действительно, отлично, это справедливо, да, так и должно быть. США не должны следить за всеми и не должны спасать и помогать всем, тем более, если эти все сами не выделяют деньги на свою оборону. Ну, правда, логично, зачем? Тогда, говорит Сикорский, Польша, и тогда страны перестанут надеяться на США и начнут защищать себя сами. И в таком случае очень близко к созданию ядерного оружия в каждой из этих стран, ну или в какой-то из этих стран. Я так понимаю, он непрозрачно намекнул на Польшу, которая в таком случае будет вести разработки ядерного оружия. Радослав Сикорский делает резкие заявления на самом деле, он делает эти резкие заявления, но он выглядит как сбалансированный польский политик. По крайней мере, мне так кажется. Он, с одной стороны, говорит о том, что да, фермеров и их требования нужно выполнять. Он говорит, что давайте вернемся к перевозкам через Черное море, а не через сухопутные коридоры, через другие страны. Ведь так и зерна можно вывезти больше и дешевле, так в принципе, чем автомобильные перевозки. Судовые, морские перевозки гораздо дешевле. Ну и, наверное, проще. Но для этого нужно обеспечить безопасность в Черном море, для этого нужно дать Украине больше оружия, для этого нужно больше гарантий безопасности. Хотя бы для того, чтобы страховые компании могли заниматься страхованием судов, страхованием рейсов, грузов и тому подобное. Для того, чтобы эти перевозки было выгодно осуществлять. Сикорский также обратился к спикеру Палаты представителей США, к Майку Джонсону и попросил его поставить на голосование пакет законов, в котором предусматривается помощь для Украины, Израиля и Тайваня. И он действительно говорит о том, что это выгодно всем и это нужно сделать Соединенным Штатам. Ведь если они это не сделают, то что же будет с ними дальше и другие страны как будут на них смотреть. И действительно, если роль жандарма Соединенным Штатам не нужна, как об этом говорил Дональд Трамп, то хотя бы те обязательства, которые взяли на себя, нужно выполнять. И это не зависит от президента, это не зависит от других политиков, это зависит и напрямую влияет на имидж государства. Каким будет Соединенные Штаты Америки, если они не сделают того, что нужно сделать? Ну то есть они дадут России победить и что бы сказали предыдущую президенту Дональду Трампу, если узнали бы, что он дал России победить хоть где-то. Джейк Салливан накануне тоже говорил о том, что вся проблема, точнее, все решение проблемы запнулось только на Майке Джонсоне. Это спикер Палаты представителей. Я напомню, они должны, ну как должны, они должны проголосовать, ну могут проголосовать этот законопроект, который включает в себе помощь для Украины, Израиля и Тайваня. Они, если они его голосуют, то как бы он автоматически дальше, ну не автоматически, подписывается президентом и как бы дается ему, дается ему ход. Но сейчас главная загвоздка именно в Палате представителей США. И Майк Джонсон как спикер просто несколько раз заявлял о том, что он не будет выносить на голосование этот вопрос. То есть что он просто его бойкотирует, он его просто не заметит. Из-за того, что, ну например, Байден отказался с ним встретиться, хотя он просил об этом. Например, что он говорит о том, что невыгодно, вдруг оказалось невыгодно республиканцам тот законопроект о миграции, тот миграционной реформой, не знаю, как ее правильно назвать, теперь невыгодно именно республиканцам. Хотя именно республиканцы настаивали и именно республиканцы говорили, что нужно в нее включить. Так вот, уже и Сикорский, и министр иностранных дел Польши, и советник Белого дома, советник президента США по нацбезопасности, Джейк Сальван, обращался к Майку Джонсона. И он говорил, причем, что Майк Джонсон тоже за то, чтобы вынести этот законопроект на голосование. Майк Джонсон тоже за то, чтобы помочь Украине. Ну, хотя, тут, наверное, другого варианта и не было. Я бы удивился, если бы Сальван сказал, что, ну знаете, Майк Джонсон против того, чтобы помогать Украине. И, в принципе, республиканцы такие. Вряд ли он бы это сделал. Но, в принципе, теоретически мог сказать такой Трамп. Трамп, который уже несколько раз менял свое мнение, и за которым, и за мнением которого, как я понимаю, следует Майк Джонсон. Еще одна очень важная история, это история про Францию и про Макрона. Макрон, который заявляет о том, что думает он о том, чтобы французский контингент якобы зашел в Украину. Но эта фраза выдрана из контекста, из общей речи. Да, сами слова такие они были, конечно же. Но эти слова немножко в другом контексте. Макрон попытался их объяснить, но я боюсь, что у него не получилось. Ну и сложно, наверное, это объяснить, когда уже все растянули эти фразы на цитаты. И огромная российская информационная машина в первую очередь. Так вот, имелось в виду, что какое-то оборудование, какие-то технологии, те же самые F-16, допустим, их нужно обслуживать. Для того, чтобы быстрее поставить Украину F-16, нужен квалифицированный персонал. Нужно место, где они будут, ну, как храниться, да. Нужно место, с которого они будут взлетать. И нужна инфраструктура. Нужна вся инфраструктура для этого. И хорошо было бы, если бы подготовленный персонал уже был. Ну, то есть, теоретически, это могли быть французские механики, это могли быть французские обслуживания для F-16. Теоретически, я к примеру говорю, ну, во всяком случае, это пытался объяснить Макрон не на примере F-16, а на примере другого вооружения, которому, может быть, необходимо было бы французское конвоирование или еще что-то такое. Во всяком случае, Швеция, Британия, Словакия, Словакия это вообще отдельная история, высказались за то, что они не будут предоставлять своих военных, не будут отправлять своих военных в Украину. В Словакии Роберт Фитц в принципе сказал, что он разочарован вот этим вот заседанием, на котором это обговаривалось, потому что ни одного раза не прозвучало слово мир на этом заседании. И это очень обескуражило Роберта Фитца. С чем мы можем столкнуться? Мы можем столкнуться с тем, что любых, теперь любых иностранных добровольцев будут воспринимать на территории Украины. По крайней мере, русская пропаганда будет воспринимать как будто это реальный официальный там французский или еще какой-то контингент. Ну вот к примеру, президент Чехии Петр Павел, который кстати вот сейчас буквально сегодня буквально в прямом эфире спрыгнул из самолета с парашютом, непонятно зачем был этот перформанс, ну наверное чтобы показать, что он жив-здоров, ну молодец, хорошо. Но он заявил о том, что рассмотрел 76 заявок от чехов разрешить, они просили разрешить им служить в Украине, поехать на войну в Украину. И он одобрил только 20 из них, то есть 56 отказов. То есть 20 человек со стороны Чехии, это не какой-то иностранный легион, это добровольцы, которые поедут в Украину воевать. И, ну скорее всего поедут. И они попросили разрешения президента на это. То есть они могли в принципе просто поехать и никому ничего не говорить, как едут допустим какие-то головы воевать за Российскую Федерацию. Тоже в Украину едут, к слову, воевать. И никто об этом ничего не говорит. Непонятно еще с какой стороны больше вот этих самых так называемых наемников. Но меньше с тем министр внутренних дел теперь уже Украины заявил, что эти люди, не именно эти 20 чехов, а в принципе те иностранцы, которые воюют за Украину, они могут получить украинское гражданство. Жаль, что это решение не пришло раньше, когда это было нужно. И тогда, когда россияне и белорусы, которые воевали за Украину, да, еще до широкомасштабного вторжения, их отправляли на территорию России. Было несколько таких случаев, когда добровольцев в принципе не признавали, не разрешали им дальше оставаться на территории Украины. И вот, собственно, можно сказать, что фактически отправляли сразу в российскую или белорусскую тюрьму. Тут нужно еще добавить, что даже французский МИД начал объяснять слова Эммануэля Макрона о том, что французские военные могут быть отправлены на территорию Украины. Действительно, любые военные могут быть отправлены на территорию той или иной страны. Но для того, чтобы они там выполняли какие-то действия, вот если вы вспомните, то даже для проведения учений иностранных вместе с иностранными войсками, Верховная Рада принимала соответствующее решение, разрешение им не только находиться на территории Украины, но и принимать участие в чем-то, даже в учениях. Поэтому для того, чтобы принимать участие в боевых действиях, для этого тоже нужно соответствующее разрешение. Ну, то есть, Министерство иностранных дел Франции и министр иностранных дел Франции заявляют о том, что даже если военные французские отправятся в Украину, воевать они не будут. Поэтому не слушайте российскую пропаганду, которая говорит об этом. И подписывайтесь на мой канал и на канал 24-го. Ставьте лайки, комментируйте наше видео. Очень важно, во-первых, ваше мнение, а во-вторых, Ютуб тогда понимает, что это видео можно показывать всем. Можно показывать большему количеству людей. И таким образом нас становится больше. Больше людей видят и понимают, что мы тут говорим. И может быть, у кого-то даже откроются глаза. И может быть, именно с вашей помощью. В том числе мы можем помогать вот так информационно вооруженным силам Украины, силам обороны Украины. В общем, берегите себя и берегите себя. Это самое главное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!